Я это сделал в прошлом обзоре. Компании Meizu я аплодирую. Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. В моих руках Meizu 15+. Компания позиционирует его как флагман. Здесь Super AMOLED дисплей хорошего качества. Здесь у нас стереодинамики, здесь выделенный ЦАП на звук. И здесь самое главное – процессор. Пусть он и от прошлогоднего, но все-таки флагмана Samsung Galaxy S8. Exynos. О нем чуть позже поговорим. Я сразу скажу, что есть вещи, которым я еще раз поаплодирую. Я это сделал в прошлом обзоре. Компании Meizu я аплодирую. Но есть и вещи, которые мне не очень понравились. В любом случае, приятного просмотра. Устраивайтесь поудобнее. Заварите себе чашечку хорошего чая, желательно без сахара. Ну, хотя, как любите. И приступаем к обзору. Итак, Meizu 15+. Знаете, в прошлом выпуске очень много комментариев, когда я снимал на Meizu 15 обычный обзор. Досмотрите этот обзор до конца и посмотрите, если еще интересно, на пятнашку. Многие писали, «Давид, ты гуманитарий, что ли? Как это сплав алюминия и стали?» Ну, я прекрасно знаю, что такое сталь. Я знаю, что такое алюминий. Но это информация с официального сайта Meizu. Почему бы два металла не сплавить? Да, я не работаю сталеваром. Я не заканчивал… У меня нет высшего образования по такой специальности. Я не рабочий там, где смешивают сталь, объективно. Но я не гуманитарий. Я еще лет в 10. Мое любимое увлечение было – это что-то паять. Реально, когда был маленький, я с удовольствием разбирал старые приемники. Я разбирал старые черно-белые телевизоры. Кто из вас, подписчики, помнит черно-белые телевизоры советские? Там такая штука – строчник была, знаете? И я по незнанию телевизор и строчник менял. Он даже от сети отключен. А в кинескопе – кинескоп, трубка. В нем очень много энергии. И я полез туда руками. И он меня так долбанул, что я отлетел к стенке. И у меня волосы дыбом стали. То есть я собирал из двух и трех телевизоров в возрасте 13-14 лет сам. Реально, эти схемы… Лампы, ребята, ламповые телевизоры были. Я из двух и трех собирал один рабочий. Я даже учительнице моего брата младшего магнитофон Sharp приносили большой. Мне уже лет 15 было. Я его разбирал. Я менял кинематику, разбирал. Менял там шестеренки. То есть я работу какую-то делал. Все удивлялись. Как этот пацан вообще без образования что-то делает? Я, наверное, технарь больше, а не гуманитарий. Но это к обзору не относится. Просто ради интереса вам сказал. Но сайту Meizu официальной России я не верю. Потому что, например, они ошиблись так-то в частоте процессора. 88-95. Там написано Samsung 88-95. Так-то частота 2,3. Хотя она здесь 2,5. Вот верить поэтому, наверное, им нельзя. Ладно. Внешний вид. Металл. Металл полированный. Ощущения приятные реально. Пальчик, конечно, собирает отпечатки. Даже на черном. Но зато, по крайней мере, важно. Смартфон не скользкий. Смартфон, черт подери, самобытный. Нет этого уродливого, бездумного копирования айфона. Когда камера здесь, когда на него похож. И принт, такой рисуночек, такой руны какие-то напоминает. Сверху и снизу. Вот зачет еще Meizu за оригинальность какую-то. Камеры пусть немножко выступают. Две. Но они хотя бы посередине. Они как здесь у айфона сделаны. Телефон кладешь на стол, он качается. Кнопка на передней панели. Я в прошлом обзоре, то ли прошивка была кривая, то ли что. Я реально там не нашел возможности, как раньше, к касанию возвращаться назад. Здесь эта возможность есть. Можно поставить, как кнопки, занимающие часть экрана. На экранные, так называемые, для управления. Можно использовать одну кнопку. Длительное нажатие, выход на рабочий стол. Совсем длительное можно настроить на отключение экрана, что реально удобно. Короткая кнопка назад. Сам телефон обладает 5,95, короче, ребят, почти 6 дюймов без немножечко экраном. 2,560 на 1440 разрешение. Супер Амолед матрица шикарная. Мне телефон действительно нравится. Может быть, яркость здесь не столь большая, как у конкурентов. Ну, Galaxy S8 объективно ярче, допустим, как пример Galaxy S8+. Но в любом случае, даже я сейчас сижу на солнечном свете, яркость выкрутил на максимум, читается все хорошо. Meizu красавчики. Дисплей классный. Особо внимание обращу для тех, кто не принял категорически смартфоны с диагональю 18 на 9 или 19 на 9. Здесь 16 на 9 диагональ экрана. Никакой моноброви также, к счастью, нет. Рамки по бокам очень узкие. Конечно, они нисколько не мешают. Эстетически приятно. В пятерке они, по-моему, еще меньше. Ну, и здесь зачет. А вот сверху и снизу не так все плохо, как на обычной пятерке без приставки плюс. Потому что здесь диагональ больше. Но все равно, если бы их сделали еще чуть меньше, тогда просто был бы эстетический какой-то восторг. В любом случае, ребята, это один из самых красивых телефонов этого года. Он реально красив, на мой личный взгляд. Не ищите тут какой-то коммерческой жилки, что мне Meizu платят или кто-то. Я вообще бы взял его в магазине, в интернет-магазине. Но мне действительно, объективно, смартфон нравится. Реально молодцы и красавчики. Вспышка, опять же, шеститактовая, шесть светодиодов, красиво расположены. Мне реально все очень нравится. Вот объективно, от души. Ну, сейчас и ругать буду. Подождите, а то что подумаете, взялся хвалить, что ли, Meizu? Кнопка включения, слот только для двух сим-карт. Карты памяти нет, но справедливости ради версии тут две выпускается. Обе с шестью гигабайтами оперативной памяти. Либо 64 гигабайта, либо 128. Поэтому думайте, 64 или 128, хватит вам или нет? Даже мне хватает. Слева кнопки включения. Больше ничего особенного нет. Фронтальная камера на 20 мегапикселей. Основная камера 12 плюс 20. Гибридный трехкратный зум. Что за дичь такая, что за зверь? На самом деле, как я понял, он тут максимум два, а то и полтора по разным источникам. Информацию пришлось искать в интернете. Приближает. Ну, знаете, даже трехкратный, он очень хорош, что при фото, что при видеосъемке снимает замечательно. Мезу 15 плюс. Качество видео в Full HD. И в одной руке проверим стабилизацию. Мезу 15 плюс. Качество 4К. Также проверим стабилизацию. Само качество фотографии. Есть эффект бокея, есть ручные съемки, замедленные, все, что нужно, здесь есть. Вам, я думаю, нужно. Качество фотографии мне понравилось. Картинка приятная, четкая. И Мезу, наверное, это вот именно 15-я версия. Через 15 лет компании, летие, они поднапряглись и реально сделали камеры хорошие. Наверное, это лучшее из всех аппаратов Мезу, какие выпускались. Именно качество камеры я имею в виду. Оригиналы, посмотрите по ссылке. Не сжатые. И формат 4х3, и формат 4х9, и качество 4К, и качество Full HD. Мне не жалко, я всегда с вами делюсь. Составьте свое собственное мнение. Поговорим о процессоре. Samsung Exynos 8895. 8 ядер, тактую частота, 2,5 ГГц. Этот процессор, я уже говорил, он использовался Galaxy S8 и Galaxy S8+. Видеопроцессор Mali-G71, 20 ядер. И тут вот, конечно, знаете, все не так и плохо. Это все-таки я сам пользовался Galaxy S8. Но PUBG, например, Mobile, да я понимаю, что не все играют в игры. Я говорю, блин, ну а как еще про процессор рассказывать, кроме как не в игре? Он по умолчанию ставит средние настройки. Вручную можно поставить на высокие. Не на ультра, конечно. Но играть комфортно, проседания нет. Я говорю, процессор неплох. Ну, знаете, блин, во-первых, автономность. Вот 3500 мАч батарейка. Он прокрутил 13 часов видео на максимальной яркости. Результат неплохой, но бывает и больше, учитывая, что здесь Super AMOLED-экран. Это намного больше, чем MPS-овские экраны. Там обычно 7-8 часов, а больше 8-ми это рекорд для такой диагонали. Здесь 13. Ну, знаете, обычная пятерка на Snapdragon 660 мне показалась в живом использовании. А я действительно не ленюсь, оставлю сим-карту и хожу, смотрю, как заряд тает. В одних и тех же местах, замечу вам, не где-то в метро, не где-то там в плохом приеме сети. Мне показалось, он на день-то хватает, но вот пятерочки хватало больше. Там батарейка меньше, экран чуть меньше. Тоже Super AMOLED. Но все-таки Snapdragon более щадящий и лучше относится к батарее. И производительность. Поиграть вам хватит. По Antutu он набирает огромные цифры. Ребята, 187 тысяч баллов очков. Это круто. Но не могу сказать, что смартфон подлагивает, но вот на 660, мне кажется, он работает несколько больше, даже в оболочке. И сама оболочка. Знаете, ну, то же самое, все, что я говорил в Meizu 15. Ну, вот это вот вырви глаз шрифты. Как они не видят, я не понимаю. Вот я реально не понимаю, почему они ее столько лет компания 15. Из них они сколько, лет 6 или 7 делают телефоны? И они до сих пор не могут понять, что нужна воздушность какую-то. Ну, не нравится она мне вот, Flame. Несмотря на то, что не нравится, телефон оставляет непротиворечиво, однозначно хорошее впечатление. Вроде ничего не забыл рассказать. На всякий случай рассказываю еще про звук. Это всегда важно. Разъем для наушников есть, качество звучания хорошее, но чего-то не хватает. Раньше, как ни странно звучит, на MediaTek играла лучше с продукцией. MediaTek мне не нравится по сравнению со Snapdragon. Но здесь можно сравнить с тем же Samsung Galaxy S8. В принципе, это хорошо и классно. Возможно, по сравнению с Google Pixel, но от Google Pixel мне нравится, как звучит реально. Короче, чтобы вас не парить своими рассуждениями насчет звука. Ребят, звучит очень громко, очень мощно, напоминает звучание от компании Samsung, а от компании Apple ближе всего. Если вы спросите, а с чем ты сравниваешь, говоря, когда что есть лучше? А знаете, вот, LG лучше звучат флагманы, например. Реально лучше. Ты погружаешься в звук, и ты просто в шоке. Здесь такого чувства нет. С аудиочипами компании Wolfson также звучит лучше. Прям погружаешься в звук, и даже дело не в наушниках. Здесь такого чувства нет. Мало того, мне даже немножко басов не хватает. Хотел с эквалайзером добавить. Но в любом случае звучит приятно. И лучше звучит, чем на Snapdragon 660, как ни странно. Хотя что тут странного. Здесь все-таки выделенный аудиочип. Стереоэффект есть. Один динамик, вот, основной. Здесь высокие, средние и низкие. Притом, приоритет здесь низким и средним частотам. Ну, насколько можно говорить, в таких крошечных динамиках. Этот разговорный динамик, он сверху, над камерой фронтальной, выдает в основном высокие частоты. Стереоэффект есть, и на этом мезу спасибо. Потому что это всегда лучше, чем один динамик. И на этом обзор тогда заканчиваю. Подводим итоги. Что понравилось? Однозначно самобытный, реально классный дизайн. Телефон приятный. Реально приятный. И, кстати, не такой скользкий. Бывают телефоны более скользкие. Как-то вот приятный такой вот металл. Сплав алюминия. Сплав алюминия со сталью, да, ребят? За разъем для наушники отдельный плюсик. Компания получает за стереодинамики тоже. Минусы. Странно, что нет NFC. Хоть я и ему не пользуюсь, но я знаю огромное количество народа, и NFC нужен. Почему они не поставили, тем более через 15 лет компании? Загадка. Нет NFC, ребят, и все. Также нет водо- и пылезащиты. Но это ладно, можно простить. Но все равно хотелось бы, чтобы она была. Мы получаем отличное устройство. Практически без таких явных минусов. Ну, NFC многие скажут явный минус. Но вообще хорошо сбалансирован. Выделяется на рынке. Я, как и говорил тогда, в прошлом обзоре, что вот сейчас, если бы я выбирал новый телефон, я бы прям вот посмотрел на него более внимательно. Отличный экран. Хорошая, пусть и не идеальная для игр. Производительность. Пусть нормальная производительность. Ребят, все-таки это я в прошлой Galaxy S8, которую я сам пользовался и проблем не знал с производительностью. Звучание. Да все хорошо, по большому счету. Оболочка только вот странная. Сейчас посмотрим. Android здесь 8, насколько я помню, был. И Android 7. Ребят, какой нафиг 8? Android 7, Flame 7. Ну, здесь своя оболочка. Ладно. На этом тогда обзор я заканчиваю. Больше сказать о телефоне нечего. Брал ее в интернет-магазине QG.ru. Мне это интересно, потому что я там беру все телефоны, рассказываю все как есть, ничего не хваливаю. Если будете покупать этот или любой другой телефон, вообще любой из ассортимента на сайте, пользуйтесь скидкой в 500 рублей. Вводите слово Artstyle при заказе, минус 500 сразу цена. На этом у меня все. Примеры фотографий также лежат под видео. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Ставьте лайк этому видео, если понравилось. Конечно, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok